Да, тогда давайте мы начнём. Ну вот, я сейчас начну и расскажу про ситуацию в посёлках, а потом мы будем меняться по ходу дела, и даже, наверное, до конца ситуации. Ну, в общем, у нас сегодня на троих воспоминания о кущах прошлого лета, о том, чего мы пока лишены. И, ну, надежда умирает последней, может быть. Мы снова в те края, вот, доедем до тех краёв, или, по крайней мере, недалеко от тех краёв будем. Вот экспедиция в Тугуру-Чумиканский район. Так, Лен, а вы тогда листаете, да, как-то? Ага, ну, вот это где? Так, это, наверное, видно, да, вот здесь вот это. А, отлили. Ну вот, я могу показать, да, ивенкийский язык в целом, как он отмечен на этой карте. Ну, а я тоже могу показывать, между прочим. Или моё не видно, Лен? Ваше, наверное, не видно. Тогда показывайте вы. Вот, где, и главное, где Тугуру-Чумиканский район? Да, я сейчас его покажу более вблизи. Ну, сначала мы расскажем. Ну да. Кратко про классификацию диалектов, ивенкийскую. Ну да, ну вот, три наречия выделяются, и главный такой признак, но не единственное далеко, это реализация щелевого в начальной и интервокальной позиции. В южных диалектах или в южном наречии это С, в северном это Х, а в восточном это С, в начальной позиции Х в интервокале. И примеры там были. Ну и вот картина распределения, карта распределения диалектов. Вот он, Тугуру-Чумиканский район. Ага, вот про этот район мы будем рассказывать. Вот мы, значит, нам удалось побывать. Да, ну это кто нас спонсировал, собственно, кто нам деньги давал, это было в рамках гранта Алпатовского. Последний год работы этого гранта был, уже продленного. Дальше можно? Ага, ну и цели это изучение текущего состояния говоров, ну, языковая ситуация в поселках. Иными словами, и документация этих самых говоров. А маршруты... А, вот появился наш маршрут. Здравствуйте, Олеся. И это Москва-Хабаровск, Николаевск-на-Амуре. И там мы провели целую неделю из пяти недель нашей экспедиции, потому что была нелетная погода. Ну, потом был Тугур. И по плану Уцкоя, до которого мы не добрались. Дело в том, что мы попали не только на нелетную погоду, но и на стихийное бедствие. Там из-за дождей было наводнение, причем очень серьезное. И в Уцком оттуда людей просто эвакуировали, поэтому мы решили, что на эвакуацию мы туда не поедем, не полетим. Ну, вот потом был Чумикан из Тугура и... Так. И, да, тут не влезло, мы были в... Неподалеку от Чумикана находится Алгазия, Таром, где мы так же... Как же они неправильно вылезли. Ну, это я что-то, да. Слайди, ну бог с ним. Важно, что под Тугуром было стойбище на реке Беранжа, вот, или просто они это стойбище Беранжой называют. А из Чумикана мы ездили в Неран, Таром и в Алгазию, которые не видать здесь вообще. Ну, неважно. Вот три таких поселка, и Алгазия тоже была в зоне стихийного бедствия, но мы туда попали уже, когда они просушивали свои вещи, и там было все-таки не так ужасно, как в Уцком. Река Уда, она разлилась, она впадает в... Давайте следующий слайд. Ага. Вот, тут хорошо видно, река Уда, вот она впадает в Охотское море, по-моему, это Удинский залив называется. Вот, и вот он Чумикан, прямо рядом с ним Неран, туда на машине мы ездили, и Алгазия, куда мы плыли на лодке, по Уцкому, в принципе, с Уцким есть связь и по воде, но, как бы, там уж не... Ну, к жителям, которые только что претерпели стихийное бедствие, причем серьезное, как приставать нам, мы решили, что негоже, неэтично. Ну, а Тугур и Таром, вот они, Таром поюжнее Чумикана, и оттуда у нас была, туда машина, а обратно лодка по морю, и Тугур, это первое, куда мы залетели, из Николаевска на Амуре, и вот, это Тугурская губа, по-моему, называется залив, на речке Тугур, при впадении его в Охотское море стоит поселок, и там мы дольше всего проработали, отчасти из-за нелетной погоды, потому что Тугур-Чумикан – это вертолет, ну, в общем, как мы считаем, с пользой для дела. Можно дальше ли? Ага, ну, это методы полевой работы, соответственно, мы проводили анкетирование, интервью брали параллельно, если получалось, тексты записывали в виде аудиофиксации, тексты расшифровывали, была аудиозапись лексического материала, и грамматические анкеты у нас были, тоже мы их записывали на аудио. Вот, удалось сделать, значит, по совокупности 147 анкет, 61 час аудиозаписи – это словари, 24 часа аудиозаписи – это тексты, и у нас был 21 информант, с которым мы работали вот с языком именно, 147 человек, которых мы опросили. Эти 21 информанты, естественно, входят в 147 анкет, поскольку мы анкету у них брали и беседовали с ними за жизнью тоже. Вот, это данные переписи, так, они несколько такие кривенькие, 10-й год – это население, первая колонка, вторая – ивенки, а через слэш – это количество носителей. Вот там, где сумма, это количество, указавшее ивенкизский как первый язык и как второй. Вот 59 указало, что владеет ивенкизским как первым языком, и 3 как вторым. Это в Тугуре 62 человека. Ну, вот дальше будут цифры по нашей оценке, которую мы даем в результате работы. По Тарому количество носителей не было, по переписи, по Алгазее тоже не было, и по Нерану 11 человек. И якуты – это важные люди там, потому что якутский язык очень влияет на ивенкизский, ну, в разных поселках разная степень этого влияния, и максимально в Уцком, где мы не были, но мы немножко работали с людьми из Уцкого, с пьешами, и вот насколько там много якутского, это видать. Вот, ну, якутский язык, там 19 якутов, а владеют 45 человек. Лена, а как-то видно было лучше? Низ. Ага, вот. Вот, вот, в результате, как первым языком владеют даже больше, чем якутов в Уцком, а как вторым еще 25, то есть владение там, очень многие уцкие ивенки трехязычные, если они владеют ивенкийским. Вот. Дальше можно. Это даже по переписи. А теперь, значит, население Тугур. На тот момент, когда мы там были, данные администрации, 30 и 55 человек, ивенков 245. Ну, и по нашей оценке, владеют языком человек 50, в том числе и пассивные носители здесь учитываются, поэтому, ну, мало отличается от цифр переписи. Вот. Младшим носителям порядка 35 лет. А 52 анкеты там собрано, около 8 часов текстов и 37 часов словарей записано. Можно следующее. Это вот наши носители. Вот слева это Александр Сверчков со стойбикой Шеберанжа, в частности, вот там снимали мы его, и на этом стойбище мы тоже работали, от него тексты на беранже записаны. А это вот замечательная наша информантка. Клада Васильевна, да, Лен? Вот, давайте следующее. Это вот замечательный совершенно Соловьев Константин Семенович, он был старейшим Ивенком в Тугуре, к сожалению, его вот не стало этой зимой. Очень жалко, потому что замечательный человек, носитель, и последний владелец оленей в Тугуре. Ну, вот сейчас его младший сын здесь, Константин Константинович, вот он как раз из младших носителей, ну, действительно, владеет языком и вот занимается оленями. Ну, надеюсь, они стадо удержат, потому что у него еще дочери, в том числе, очень активные. Вот, можно следующее. Вот, Чумикан, ну, там, это райцентр населения, побольше, чем было в 2010 году, уезжают оттуда люди по возможности, стараются, молодежь особенно, вот, Ивенков примерно треть, около 30 человек владеют языком, это поменьше, чем дает перепись, в том числе и пассивно, это с учетом того, что туда приезжают из поселков люди. Младшие носители старше 45, 47 анкет, 6 часов текстов и 8 часов словарей. вот, это наши информанты тамошние, вот это вот слева две наших информантки, вот они в тандеме работали, даже пытались диалог представить, от них пытались мы записать диалог, а это вот наша замечательная информантка, совершенно безотказная, от нее большой словарь, очень подробный записан, записан, вот. Ирина Анатольевна, а можно спросить? Да, конечно. Использует язык кто-нибудь? Вот вы говорите, 30 человек здесь или в предыдущем, да. Значит, в Тугуре, в семье у Соловьева, да, использовали. Соловьев с сыном говорит по-эвенкийски. И на стойбище немножко, вот, Стручков, который, с которым, так, с которым мы работали, вот он сидит постоянно на стойбище, он, ну, можно сказать, работник у Соловьевых, батрак по-старому, и он тоже говорит на языке со своими, значит, помощниками, когда они у него есть, там, напарники бывают у него. Так что, можно сказать, что говорят, да. Можно сказать, что говорят. Вот. Но ограничено. Все равно доминирующий язык русский, с внуками по-русски, вот тот же покойный Константин Семенович, он, но с детьми и даже с дочерьми иногда по-ювенкийски говорит. Одна из дочек у него учительница в поселке, и она пассивная носительница языка. Вот. Ну, мы от нее даже текст записали. Да, но она расшифровывала отца, в принципе, она действительно знает язык, но так активно не говорит, и муж у нее не владеющий, и дети тоже не владеют, так что передачи, а вот передачи нет. Так, дальше можно тогда? Вот. И замечательный архив значит, архив Марии Она Кирилловна, да? Я не помню, подожди. Нет, она Мария Карловна? Карловна, да, Мария Карловна Васильева. Она родом из Тугура. И она записывала ну, про себя вот из сказки у нее там есть, то есть ее тетрадки. И эти ее тетрадки хранятся в архиве Краеведческого музея Чумикана. И правонаследница является ее внучка Наталья Ивановна тут немножко съехала, Наталья Ивановна Червякова. Червякова она поможет. Живет она в Неране. И вот спасибо ей, потому что так бы нам ни в жизнь не дали эту тетрадку скопировать, но благодаря вот разрешению правонаследницы у нас появилась копия. Мы привезли копию этой самозаписи, это очень ценный материал. Ну, вот Марии Карловны уже нет. Она, между прочим, ее девичья фамилия Гукчинсон, это из семьи американцев. был такой китобой, ну, вот приходил китобойное судно и матрос, по-моему, он был, да, он остался среди ивенков жить, женился, и вот его потомки Гукчинсоны есть вот в Тугуре, ну, и уже под другими фамилиями в других местах района. Так что вот ну, вот эта тетрадочка, с которой немножко тут из нее данные будут по ходу дела, но вот такой замечательный документ нам достался архивный. Вот, ну, очень разборчивый почерк, как вы видите, и вот да, она учительница, по-моему, была, во всяком случае, она писала для себя, да, она учительница там работает. Оля, я прошу прощения, если можно логическую паузу сделать, но произошло неприятное. Мира, вас не слышно, Мира, включите микрофон свой. Следующий пункт это Ниран. Да, Ниран это совсем близко от Чумикана, по-моему, 12 что ли километров на машине просто полчаса езды, там же дорога дурная, естественно, хорошо, что проехать смогли, потому что, когда там было совсем плохо, было наводнение, мы уже вслед наводнение прилетели, то там и не было проезда. Вот, но там почти все ивенки, и тем не менее, там очень, да, там, ну вот, якутский язык вполне присутствуют, но владеют, в том числе и пассивно, и преимущественно, я бы сказала, пассивно 10 человек, ну, полтора часа текстов мы записали с большим количеством кодовых приключений, и мы там записали якутские тексты, потому что там живет замечательная женщина, которая этническая эвентийка, но она вот сейчас уже вдова, к сожалению, год как известного якутского писателя Иванова, а как зовут, Лена, не помните? Николай Иванович, по-моему, он... Николай Иванов, он писал не на литературном якутском, а на своем диалекте якутском, потому что в Тугур-Чемиканском районе распространен вот диалект по-моему, юго-восточный что ли, якутский, якутского языка, и вот те, кто владеет якутским, или хотя бы слышали якутский местный, они все говорят, что наш якутский мягче, нежнее, чем вот их якутский стандартный, хотя взаимопонимание есть. Вот, ну и младшим носителям больше 60, так что понятно, что в Неране, но дело в том, что там вообще-то менее 50 человек, а когда мы были, там совсем было мало народу, во время наводнения многие уехали и не приехали, кто-то в отпуск, кто-то к родне в Чумикан, вот, это Неран, и дальше можно наше замечательное, а, вот она, замечательная супруга вот этого самого якутского писателя, так вот, для нее, хотя родной у нее ивенкийский, для нее проще было говорить по-якутски, и, ну вот, на стимул мы от нее лексику немножко, когда пробовали записывать, у нее первая реакция это якутское слово, конечно, 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 скинем, скинем, Ань, значит, первое слово выскакивает якутское, потом ивенкийское, и тексты тоже, вот она нам по-явенкийски немножко кое-чего рассказала, но, когда мы, вот, понятно, что она все время переключалась на якутский, и когда я ее попросила тогда, расскажите что-нибудь по-якутски, она к большому удовольствием совершенно, без переключений, вот на якутском языке нам некоторую историю выдала легко и непринужденно, ну, потому что у нее язык семьи был якутский, сын их не владеет, насколько я понимаю, ивенкийским, и не понимает у него только русский, просто сын там был, он навещал мать, вот, и это вот трое, да, ну, скорее двое, третье в меньшей степени, которая посреди сидит, зато она языковая активистка, вот, это наши информантки в Неране, можно следующий, в Таром, а Тарома, это благословенное место, потому что это поселок, который, по-моему, там километров, наверное, 60 от Чумикана, и там раньше по дороге вообще было не доехать, а теперь можно доехать по дороге, потому что Тарома, он километра, наверное, три, два или три от впадения реки Таром в море Охотское, и там вот узкая такая лощина и довольно высокие горки по дороге, это водораздел между Таромом и Удой, и когда едешь по дороге, то подымаешься высоко в горы, кое-где вдоль по морю, прямо по пляжу, а кое-где в горах, и вот дорогу в горах сделали старатели, которые повыше, по Тарому моют золотишко там, вот, так что благодаря старателям в Таром теперь легче стало ездить на машине, а обратно из Тарома мы плыли на лодке по морю Охотскому и на вот себе прочувствовали, что такое Охотское море, это так очень серьезно, это просто в припрыжку всю дорогу, хотя была такая легкая рябь на воде, шторма никакого не было, вот, там около ста человек и практически тут, ну там за вычетом двух-трех человек это все ивенки, они все связаны с Чумиканом, многие в Таром приезжают только на лето или вот когда идет рыба, вот тогда они приезжают в Таром рыбу ловить, а на лето с детьми, с малыми, а с малыми детьми вся молодежь уезжает в, ну, женатая молодежь уезжает семейная в Чумикан, потому что там и детские сады, и школа, и в общем такая вот жизнь попроще, и остаются на зиму там в основном пожилые люди, ну к ним правда приезжают, вот зимой-то просто на машине приезжают вот их дети время от времени, и там хорошая концентрация владеющих, ну там человек 40, младшие носители старше 40, вот, и поработали мы там, наверное, значит, у нас 13 часов словарей, 5 часов текстов, и 24 анкеты, ну вот, сейчас посмотрим наши словари, в смысле, информантов, а там такая зимная красота, вот наши ирисы, которые мы в садах-то выращиваем, вот, они там в чистом поле растут, это не только втором, и это прямо по всему району, по всему берегу Охотского моря, Лен, можно дальше? Ага, вот это наши замечательные информанты, вот девочка сидит, слушает, как ее бабушка, значит, рассказывает на своем, на родном, на евенкийском языке, но сама ничего не говорит, интерес проявляют, вот, и, значит, вот наш информант, тоже замечательный, не очень многословный, но такой довольно покладистый, можно дальше? Вот, вот это вот такая серьезная очень женщина, она такая, ну, главная дама в поселке, да, всех мать, вот, и это вот ее брат двоюродный, который языка не знает, так что возраст тут язык не гарантирует, так, можно дальше, вот, Алгазия, Алгазия, она тоже порядка, по-моему, 50 километров или 40, но там дороги нет от Чумикана, а там только на лодке, ну, это уже не по морю, а по реке, это уже не такое приключение, там мало народу осталось, было больше по переписи, в 10-м году, 10 лет назад, около 50 человек, и все венки, и вот что Таром, что Алгазия, якутским языком не затронуты, хотя у некоторых там якутские корни есть немножко, ну, вот какие-нибудь там бабушки, но реально на вот на якутский язык там перешедших мы не встретили, ни в Тароме, ни в Алгазии, и младшие носители старше 30 лет, то есть в Алгазии самый низкий показатель по носителям, и 3,5 часа текстов, хотя были мы там два дня всего, потому что там замечательные носители, там, наверное, из лучших носителей, вот, свободно говорящих мы встретили это вот. Еще человек, который один из жителей Алгазии, уже постфактум прислал просто каллиграфически написанные тексты, и словарь, который он сам составил и для нас прислал, вот, это очень, тоже приятно, вот, и... Да, и ему сколько лет? Не много же. Ему, он 62-го, по-моему, года, вот. Нет, все-таки уже... Ну, как бы, да, 60-х, 60-х. и, ну, как бы, у него нет все равно мотивации говорить там с внуками, ну, то есть он раздражается на то, что у него же есть маленькие внуки, он раздражается на них, но как-то не... все выливается в раздражение, а не в попытку с ними разговаривать по-венкейски. Ну, и с их стороны то же самое. Ну, вот, пожилые женщины, с которыми я, например, работала, они тоже с внуками, им даже в голову не приходило говорить с внуками, и надо сказать, я не знаю, останется ли след, но вот после записи текстов и расшифровки, вот, одна из этих самых дам, она, при этом присутствовал ее внук при расшифровке, она сказала, что она вот будет обязательно с внуком разговаривать, ну, не знаю, что будет. В принципе, это не язык бытовой ни разу. Там даже, между прочим, председательница сельсовета Алгазия, она носительница языка, так, не очень активная, но пассивная это точно вполне. И там это второе стадо оленей, которое есть в районе, это вот Алгазейское стадо, как раз, как ее фамилия, это наша, нет, нашей хозяйки Колесова, она что ли? Алгазия Стручкова. Стручкова, а, она тоже Стручкова. Ну, это, да, другая ветка, Стручковых, она вот глава этого стада, ну, это называется община, и мы чуть не доехали до второго стада тоже, но потом поднялась буря на море, и вот пришлось нам отказаться от этой затеи, к сожалению. Так, и дальше можно увидеть прекрасный конец. Да, собственно, вот как раз человек, Валерий Николаевич, который прислал нам свои тексты. Да, ну, он замечательный, вот для него более естественно говорить по-евенкийски, чем по-русски. Вот, вот это здорово, но он себя превозмогает, говорит со своими ближними по-русски. Это ужасно, вот, а справа это вот замечательная Зоя Константиновна Борисова, которая вот рассказывала, и ей как-то интересно стало, вот у нее на шее повязка, у нее горло болело, и она как-то даже разговорилась, и вот ей стало интересно, и она решила с внуком тоже начать говорить, кое-чему его учить. Ну, что из этого выйдет, Бог весть. Можно дальше. Вот, это вот еще одна хорошо владеющая языком наша носительница Карина с ней в основном работала, а это наш председатель сельсовета справа, вот, и глава общины. Вот, и особенности культуры, ну, вот, что там есть, типа линеводства, ну, в каком смысле, там, Олежки, в принципе, просто, скажем так, если глобально сравнивать оленеводство восточных овенков и западных, то для Востока характерны все-таки гораздо большие стада, ну, как кажется, в среднем, исторические, по крайней мере, чем для западных овенков. То есть, у многих информантов, ну, когда они вспоминали про, там, то, что было в прошлом, то есть, у многих были, там, очень большие стада, на Западе такие, мне кажется, они бы считались очень богатыми, а на Востоке это как бы норма была. Вот. Потом... Ну, вот, простите, Лена, я тут все-таки вас поправлю, потому что на территории Венкии были очень большие оленные стада до революции и до, можно сказать, конца 20-х, начала 30-х годов. Там были тысячные стада. Ну, да, ну, здесь и, ну, может быть, да, не совсем права. западные Венки не уступят восточным. Другое дело, что их потом всех пораскулачивали, ничего не осталось. Ну, может быть, в меньшем, да, в большей степени. Да, я еще перебью, там вопросы, я вижу в чате, тогда я, ну, мы, как будто бы уже, может, в середине сделаем. Да, перед всякими грамматическими вещами. давайте так тогда, вот. Вот. Ну, так как это, они живут на побережье моря, то, естественно, характерны многие вещи связанные с морем, там, добыча, промысел морского звиля, там, нерп и так далее. Вот. Мы записывали много текстов про то, как... Много, да, нерпы и... про то, как из кожи нерп, там, делали очень прочные ремни, ну, арканы для того, чтобы ловить, например, оленей. Вот. И, кроме того, из такого интересного, с чем мы раньше не сталкивались, ну, как бы, естественно, у разных групп ивенков, и не только ивенков, много понятий и запретов, но именно здесь мы столкнулись впервые с таким термином, как галик, и, насколько я понимаю, это характерно и для, в принципе, амурских ивенков, и само слово, по-видимому, заимствовано из других языков амура, возможно, поскольку подобные понятия есть у негидальцев и у нанайцев, но немного другие. Вот. Карина, ты расскажешь, или я расскажу? Можно я добавлю про оленей? Да, конечно. Вопрос? Конечно, верховое, основное верховое. И там не позапрягаешь, потому что горки, по горам на нартах не очень проедешься. Так что, там верховое оленеводство, и там вьюки, вот, и замечательно, там тоже разгулачивали, и вот Константин Семенович, Константин Семенович, с которым мы работали в Тугуре, вот, которого уже нет с нами, к сожалению, то, сейчас вот тут Анна Владимировна комментарий к Галге говорит, вот, он как раз нам рассказывал, вот, говорит, кулачили нас кулачили, 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 а у него, его отца много было оленей, в общем, это богатая была семья. Ну, а сейчас у меня все же олени есть. Вот, так что вот с оленями и умер Константин Семенович. Вот, а по Галге, пожалуйста, вот Анна Владимировна прислала замечательный комментарий про то, что Галга – это черт. Вот, Невский черт, да, но вот, может быть, дело в том, почему мы вообще столкнулись с этим, потому что это не просто, хотя тут вот в ТМС написано, что это там устаревшее понятие, но на самом деле оно совсем не устаревшее, и в Тугуре это было очень живое понятие, поскольку… Ну, я могу здесь сказать, потому что информация, с которым я работала и записала с ним текст, а потом с ним же его расшифровала. Дело в том, что предварительно до встречи с этим информантом очень многие рассказывали нам об этом феномене, не все могли припомнить именно правильный термин, но в любом случае, когда мы уже добрались до самого носителя этой истории, он рассказал в подробностях и на языке. Дело в том, что Галик Дей был его отец, которого, в конце концов, медведь растерзал, и вот у нас есть такой нарратив, где, во-первых, даются советы и обговариваются все запреты, как нужно обращаться с человеком, который становится и нарекается Галик Дей, и, во-вторых, вот вся история того, как он в итоге погиб. Значит, нужно отметить, что человек, которого однажды уже укусил медведь или он был царапан, он все равно найдет свое, по верованиям, венков найдет свою смерть от медведя. И также есть в народе это вера, что необходимо всячески ограждаться от контактов с этим человеком и ни в коем случае не принимать от него подарки в виде металлических предметов. Это могут быть патроны, гильзы, могут быть ножи. И еще также, помимо этой металлической атрибутики, некоторые информанты говорили, что также это распространяется еще и на огонь. То есть, например, нельзя брать спички и нельзя прикуривать у человека, который считается Галик Дей. Ну и после того, как и часто Галик Дей также еще называют человека, который не только был уже однажды подвергся нападению медведя, но и тот, который часто встречает медведя. Иногда патаежные люди значительную часть своей жизни проводят так, не встретив ни разу медведя, а некоторые систематически выходят на него. И эти постоянные встречи со зверем являются знаком, предвестником того, что, возможно, человек может погибнуть от лап медведя, что это то, что ему написано на роду. Ну и как вы видите по этой статье, когда мы спрашиваем информантов других регионов, то воспроизводится этот термин уже в другом виде, то есть Галик Дей это термин, закрепленный действительно на Тугору-Чемиканском деле. Так, ну вот Анна Владимировна нам написала, что чёрт этот в чукотско-камчатских языках, так Анна? КЛЭ. Вот, ладно, пошли дальше, наверное. Да, это чукотско-камчатский злой дух, вот. Вот. Ну он восстановленный злой дух или реально по языкам ездит? Он реально по языкам, то есть это вряд ли из проязыка, это какие-то местные видимо просто закоды. Вот. это вполне реальный. Я прям не помню. А? Я говорю, что вполне реальный в чукотском ровно так и говорят. Ну да, но это в общем то слово, которое Келла, да. Ну да, через это венов вполне могло сюда прихватить. Так. А, вот. Аня, вам вопрос. Это не нам. сейчас. Давайте мы посмотрим вопросы пока. Откуда мы знаем, что это из чукотского в Тунгус-Маньчжурске, а не наоборот? Потому что про Тунгус-Маньчжурского слова не получается, а для чукотского и камчатского слово там реконструируется. Ну и вообще у венков, хотя как бы на всей территории есть какие-то представления о запретах, связанных с медведем, но именно вот этот термин характерен для амурских западных таков. Ну да, и это местная штука очень восточная. Вот. Так, ну давайте может быть сразу вопросы, чтобы сколько дальше. А что еще? Ну, дальше мы про источники информации и дальше уже грамоти. Ну давай, так давай. Вот. Ну, про якутский текст, да. Вопрос, на котором можно ответить в конце. Люди, которые вроде бы загораются желанием разговаривать с внуками, достаточно ли внятно понимают, как методологически лучше начинать это делать? Нет. Мне кажется, что нет. Ну, как бы лучше, чем изначально как бы было, но мне кажется, хотя бы интересным становится как бы внукам чему-то научить. Но это на уровне научить словам и, ну, это надо специально работать там, может быть, что-нибудь будет. Вот, между прочим, может быть, есть смысл издать какую-то брошюр, но вообще на эту тему брошюр-то издавали, как это надо бы делать. Тут другое дело. Вот, например, там преподаются, я не сказала, когда говорил про посеки, это важно. В Тугуре, в Уцком, где мы не были, и в Чумикане преподается ивенкийский язык в школе. Да, 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 вот именно, Катя, точно. Вот, преподается ивенкийский язык в школе. И в Хабаровске было, были курсы, вот как раз Катя там участвовала в этих курсах, то есть очень на хорошем уровне курсы, на которые поехала только преподавательница ивенкийского из Уцкова, вот, к сожалению, мы туда не, а, ну, ее и не было еще, она так и оставалась на курсах, они длинные были, чуть не мягкие. И там вот учили, как учить, и я надеюсь, что, ну, это не простая учительница, а она исходно учительница английского по образованию, а потом стала преподавать тоже ивенкийский. так что у нее уже бэкграунд хороший есть. Что касается преподавательницы в Тугуре, то там она, в общем, как-то слабо имеет представление о том, как можно научить. Ну, вот, они читают тексты, потом она их просит найти знакомые слова, ну, в общем, это очень тоскливо. И она на эти курсы не поехала. Там был резон, потому что их не профинансировала, да, понятно, значит, не профинансировал нар-образ, вот, образование районное не дало им денег, хотя оставила надежду, что, может, им это скомпенсируют. Но, вот, учительница из Уцкого поехала на курсы и, думаю, много для себя приобрела. А учительница из Угура решила, что это ей ни к чему. Конечно, очень жаль, потому что там, ну, подход к делу, поскольку мы с ней работали как с информанткой, она язык знает, и она могла преподавать, видео не спасает, не спасает, к сожалению, да, вот, это беда. Вот, там, ну, непонятно, как сказать человеку, что он преподает неправильно. Вот, это тоже тяжелый момент. Короче, это особо статья, и давайте не будем это сейчас подробно обсуждать, иначе мы в этом утоним. А в культуре воспринимается как человек, ну, он не столько несчастья, он принесет несчастье, если ты, вот, не будешь соблюдать некоторые запреты, не будешь ему давать железные вещи, спички. Наоборот, у него брать, но там это даже как бы рационализируется так, что на эти предметы переходит запах этого человека, и, да, и медведь как бы начинает охотиться за тобой. Ну, конкретно, связь с ним устанавливать. Ну, конкретно тот человек, например, который вот погиб, ну, как бы он там родственник многим в тугуре, мне кажется, у него не было какого-то, ну, про него все с уважением, как вы говорили. Нет, он не дурной человек, но с ним надо держать себя осторожно. Вот, ну, да, пардон, значит, давать наоборот даже очень хорошо, а вот брать не надо, на всякий случай. Ну, как знаете, в салочке игра. Вот, так, Лен, еще там есть вопросы? Вопросы. Ну, ну, про, в общем, на тему Калилту, да, Кугаки как основа. Ну, я так понимаю, у нанайцев, в нанайском это человек какой-то утонувший, Васили, что имеется в виду? Тоже какой-то несчастный? Почему вы не считаете, что скорее не ковнатый? Ну, в общем, я не знаю про нанайский, это, наверное, Наташа лучше скажет. Вот. Человек, которому легче по-евенкийски, чем по-русски, у него, ну, на самом деле, у него, надо сказать, что очень грамотный, как бы, сказать, литературный русский. Ну, он в школе русский. Ну, я имею в виду, что мне кажется, он такой человек, что, как бы, говорит очень, в принципе, на хорошем языке, у него, ну, как поставлена речь просто. Вот. Вот. Наташ, там многоточие записанное... Есть галик, текст записанный... Да, я поняла. А как у ивенков или как утопший? Как у ивенков. Как у ивенков. Медведям потроган. И про медведя, и про огонь, и про утопший, но, как бы, видимо, центральное значение про медведя. Но, может быть, уже это более позднее. Сейчас они это как общий какой-то запрет реинтерпретировали. Вот. Вопрос Олеся. Откуда информация, что у него было, естественно, по-венкиски? Но имеется в виду, например, когда мы с ним общались, и я, например, задавала ему вопросы по анкете, он очень часто переходил на венкийский язык. И, в принципе, когда он с кем-то, ну, мы наблюдали, что когда он с кем-то общается в поселке, то он очень часто переходит на венкийский язык. То есть, в этом плане ему естественнее, но это не значит, что он плохо владеет русским. Совсем нет. Вот. Ну, он молодой довольно человек. Не, ну, в смысле, он, в принципе, очень хороший. У него 7 классов или прям десятка. Да, и он рассказывал историю, Карина, да, нам про то, как он... Да, он рассказывал, что он заканчивал школу уже в специальном коррекционном заведении, и последние два класса он провел на Камчатке, и там он писал в течение, чтобы у него был больше контакта с родным языком, он так обосновал это в своем рассказе. Он писал все записи в течение занятий на венкийском, и при этом, когда у него брали конспекты, чтобы проверить, начинали его ругать, что у него нет записей на русском, а на самом деле он с обратной стороны на тетраде вел все записи на венкийском. Вот, но он, в общем, талантливый, да, вот коррекционная школа, это, конечно, характерно для талантливого человека определить его в коррекционную школу. Вот, вопрос... Отвечу точно на вопрос про... Вдова якутского писать. Да, про вдову. Она, нет, не переключалась. С якутского она никуда не переключалась, так начала по-якутски и закончила. Никакого венкийского там не было. Нет, якутский там вытеснил венкийский. То есть она помнит венкийский, но с напряжением вспоминает. То есть для нее, а она еще неважно себя чувствовала, почему я ее попросила по-якутски что-нибудь рассказать, ну, тяжело ей было, она уставала, у нее голова начала болеть, а по-якутски очень даже хорошо, и голова. Помимо этой якутской вдовы у нас еще была носительница Майя Васильевна Соловьева, и у нее просто похожая ситуация по распределению венкийского и якутского. Дело в том, что, как мы уже говорили, в Уцком было двуязычное положение с якутским и венкийским. Сейчас уже нужно понимать, что теряет свое потребление даже якутский. И из этого поселка была семья, в которой было 11 детей, и вот три дочери работали с нами. Они все достаточно преклонного возраста, и мы работали с тремя сестрами в Тугуре и с четвертой сестрой в Чумикане. Вот четвертая была самая пожилая, Майя Васильевна Соловьева, и мы ожидали, что она будет достаточно хорошим носителем для нас в плане венкийского языка, поскольку с одной из средних сестер мы поработали в Тугуре, были и тексты, но она плохо себя чувствовала, более подробной работы не получилась. Мы очень надеялись на эту встречу с Майей Васильевной, самой старшей сестер. Попытались записать с ней текст, она в рамках двух первых предложений, она уже успела переключиться с венкийского на якутский, и мы так и записали с элементами якутского и русского. То есть к венкийскому она не вернулась. А ее более младшие сестры, они как раз-таки были для нас хорошими информантами в Тугуре, кроме одной, которая не владела ни венкийским, ни якутским, то есть совершенно уже постспикер. Немного попытались писать с ней малый словарь, но ничего подробнее не вышло. И они сами объясняли такое положение просто распределением приоритетов их родителей. То есть они действительно в какой-то момент выбрали, что с этим ребенком мы говорим на якутском, с этим на ювенкийском. И они называли по старшинству, как это было по тому, кто сын или дочь. Таким образом, вот самая старшая не говорила. Ну, это от места жительства зависело. Когда они жили в Луцком, то вот с детьми говорили на якутском. Нет, на разных. Вот я говорю, Надежда Васильевна описывала подробно каждый... То есть это от места жительства зависело. Это был не выбор просто с этим. Нет, 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 Ольга Анатольевна, я говорю, во время жизни... До переезда. Где жили? До переезда, в течение всего периода, сколько они жили в Луцком, было такое распределение в семье. У меня был достаточно долгий, подробный рассказ. Они там и в Луцком культивировали, и венкийский, да, хотите вы сказать? Я хочу сказать, что родители имели несколько детей, с которыми они говорили на венкийском, не примешивали туда якутский, а с остальными членами семьи говорили на якутском. Ну, это те, которые в Тубуре начали. Нет, нет, они все вместе жили в Луцком, и с кем-то действительно говорили по-венкийски, с кем-то по якутскому. Там порой, да, забавно. Потому что я так поняла из рассказа вот в Тубуре, что зависело от того, где начинал свою жизнь ребеночек. Ну, в общем, мы... Если в Тубуре начинал жизнь, то потом, видимо, с ним и продолжали в Луцком, потому что они туда-сюда ездили. Ну, в общем, да, в любом случае, как раз мы перейдем сейчас... Эта семья, эти сестры еще возникнут. Почему? Потому что... Ну, какая у нас вообще есть информация про говоры, распространенные сейчас на территории Тугуро-Чемиканского района? Ну, наверное, с самой ранней записи, это записи Линденау, которые он сделал в XVIII веке, это, с одной стороны, исследование как бы ивенского языка, но также и ивенкийского в Уцком-Остроге. И Уцкой-Острог — это то, что сейчас... Ну, примерно то, что сейчас Уцкое село. Соответственно, возможно, это самая ранняя запись Уцких ивенков. Ну, и вообще его записи анализировались, они были изданы. Ну, есть, например, статья Бурыкина, в которой он анализирует заклинания шаманские из записи Линденау. Далее Говору, как тут указаны, Венков Тугуро-Чемиканского района, посвящена диссертация Пукшанской. Спасибо Жене Коровиной за то, что нас навела на эту диссертацию и помогла раздобыть материалы из нее еще до экспедиции, потому что это было нетривиально. Вот. В общем, диссертация... Ну, она называется Говор, и как бы вывод Пукшанской в том, что хотя есть различия внутри поселков, но они как бы постепенно должны прийти к единому Говору. Но, как мы увидим дальше, в общем-то, этого не произошло. Кроме того, в 70-х годах здесь были в экспедиции Пивнов и Хасанова, и, насколько я знаю, у них нет какого-то общего какой-то статьи именно про их полевое исследование, но в отдельных своих работах, статьях они описывают, в принципе, ситуацию в поселках, где они работали с языком, и, в частности, например, в монографии Хасановой про императив довольно подробно описываются именно особенности императива в Тугуро-Чемиканском районе. Еще здесь мы видим публикацию Соловьевой слова ревенкиско-русский, чемиканский диалект. И кто эта женщина? Это как раз сестра тех Соловьевых, о которых мы сейчас рассказывали. Большая семья, где было много детей, и одна из сестер живет в Уцком, и она якута-язычна. Другие сестры... Другие сестры... Ну, точнее, она... Или она живет в Чумикане, в общем, она как бы долго жила в Уцком. Она, по-моему... Живет сейчас в Хабаровске. А, да, она живет в Хабаровске. Она получила квартиру в Хабаровске и просто приезжает на лето. Вот, в Уцкое. Кроме того, это Капитолина Васильевна Соловьева, которая живет в Тугуре, Клавдия Васильевна Соловьева и Надежда Васильевна. Вот. И, в общем, их сестра, которой уже, к сожалению, нет, опубликовала слова ревенкиско-русские на основе своего родного диалекта и пыталась как-то... Ну, даже преподавать родной диалект в начале 90-х, но, видимо, это не очень пошло, к сожалению. Вот. И есть статья Берилтуева, посвященная особенностям языка и культуры, особенностям языка и культуры восточных и венков. И поскольку она преподавала в Хабаровске, то часть этой статьи посвящена именно особенностям тугуру-чемиканских говоров. И, ну, в основном, лексики нестандартные, но также некоторым другим параметрам. Вот. Ну, прежде чем перейти к грамматике, вообще рассмотрим... Ну, вот как бы у нас есть какое-то административное отделение Тугурта, Ром, Алгазия, Уцкоя, Чемикана, Ниран. Но как на самом деле... Откуда все эти люди родом и как они соотносились друг с другом? Это карта из диссертации Пухшанской. Вот. И мы видим, что на самом деле здесь очень много отмеченных населенных пунктов, которые в наши дни зачастую не отмечены, ну, или как бы считаются ненаселенными. Например, у Солгино, Алгатина, Бурукан, при этом Баладёк, при этом... Ну, то есть это что-то из этого стойлища, что-то из этого, ну, действительно, поселки, но в наши дни очень многих этих населенных пунктов уже нет, но про них помнят. Ну, или какие-то из них как бы формально есть на карте, но уже в них никто не живет. Или там какая-то метеостанция, допустим, есть. Если посмотреть по данным Тугура, откуда люди попадали в Тугур, вот, мы увидим, что на самом деле Тугур был местом, откуда съезжались, можно сказать, со всего района, поскольку там было большое стадо, то есть, например, там была семья родом из Тарома, и однажды из наших информанток, с которыми мы работали в Тугуре, ее отец как раз был родом из Тарома, она как бы Таромская. Были люди из Усалгина, из Бурукана, кроме того, вот Константин Семенович, про которого говорила Ольга Анатольевна, который вот последний держал стадо, который, ну, его семья сейчас держит, он родом с реки Кербе, ну, сейчас это относится к району имени Полина Осипенко. И, кроме того, известно было, что у кого-то предки были солданы из Якутии. Если посмотреть на Алгазию, то также мы увидим, что оттуда мигрировали из Сучура, из Якутии. Также нам очень подробно рассказывали про стойбу в Амурской области. Там есть стойба и якутская стойба. И какого-то из этих населенных пунктов сейчас уже как бы нету, на самом деле. Вот. Он, короче говоря, там вот из якутской стойбы, по-моему, как раз многие люди, предки, те, кто сейчас живет в Алгазии. И, кроме того, из Нилькана это более северный Аяномайский район, где мы, к сожалению, не были. Вот. Если говорим о Тароме, то там люди опять-таки из Бурукана, из Нирана и из Уцкова. Ну, то есть, получается, резюмировать, то на самом деле достаточно сложно, например, по нашим нынешним данным из Тугура говорить, что там Говард Тугура, если считать, что по факту большинство людей, с кем мы работали в Тугуре, они там не родились в Тугуре или их родители там были не Тугурские. Ну, тем не менее, и, в общем-то, диссертация Пукшанской, у нее большее разбиение на говоры по вот этим уже не существующим населенным пунктам типа Усалгина, но достаточно сложно понять, насколько оно релевантно или нет. Вот. Ну, дальше мы будем говорить о некоторых признаках, которые характерны для всех Говаров, а некоторые характерны только для какой-то их группы. И, как мы будем рассказывать, мы во-первых, будем сравнивать Тугуро-Чумиканские говоры с другими эвенкийскими говорами, будем сравнивать их друг с другом, и как бы в качестве архивных материалов, с которыми мы будем сравнивать, мы будем использовать материалы Пукшанской и из ее диссертации, и вот Марии Карловны Васильевой, то, что мы вначале рассказывали, женщина, которая, девичья фамилия Гучинсон, которая жила в Тугуре, вела собственные записи, самозапись, и вот ее тетрадь где-то 80-х годов сейчас находится в архиве Чумиканского музея. Вот. Да, там просят напомнить, какие большие поселки, почему так много людей из... А кочевали люди просто. Поселки небольшие, там, ну, только Чумикан там 900 с лишним, Тугур 300 с лишним, а там по сотне, 50, Алгазия. Нет, они небольшие, просто люди движутся туда-сюда, с оленями раньше ходили. А, Владимир. Соловьево и Зуцкого, чудесно. Правильно, они говорили, что у них родня в Полине Осипенко. Да, и также вот Наталья, наверное, знакома по веселой горке Зинаида Алексеевна Трофимова, она младшая сестра этого Константина Семеновича, покойного нашего носителя из Тугура. Касательно этих черт, которые мы сопоставляем с диалектами, по которым у нас есть уже данные, хотелось бы остановиться на такой черте, как Акни. Долгой, Долгой шва выходит в Долгуа, эти черты присущи восточному диалекту юнкийского языка, распространенному на Сахалине, также в селемджинском диалекте, на море в джоутакском, также это черта. В любой, Ань, в любой. позиции. Затем ИНИКИ ДАЛЬС, Акни в любой позиции. Да, в любой позиции. Ну, например, также можно увидеть, что сравним, давайте сравним два близких глагола по своему окружению глагол эридами с долгим первым гласным и с кратким. С долгим это глагол дышать, а с кратким звать. Простите, с долгим звать, а с кратким дышать. Соответственно, носители из Буручемиканского диалекта и Слимджинского от них записано произнесение императива ЗАВИ как ЭРИКЛ и императива ДШИ как АРИКЛ. Также вот на слайде вы можете видеть Акни в суффиксе показателя прошедшего времени ЧА, который, скажем, на западе например, он звучит как ЧО, БИ, ЧОН и последние два столбика посвящены как раз-таки источникам, по которым мы можем судить по архивным данным для Тугоручемиканского диалекта поэта Тамара Зосимовна Покшанская и В. Мария Карловна Васильева, Тат, от которой у нас тетрадки. И как вы видите в диссертации Покшанской есть случаи, когда это Акни отражается, а от отдельных информантов оно не отражено. Очень крупное приложение к диссертации, порядка двухсот страниц, и это все тексты Тугоручемиканского диалекта, Говру, как написано в диссертации. Затем такой вот вопрос поступает, давайте я, наверное, буду читать по мере поступления. Была ли административная мера сверху, что люди поселились именно там, или это индивидуальная история миграции, входили ли эти поселки, которые они сейчас живут, в их стандартный путь эмиграции до оседлости? Мы доподлинно знаем, что в Тугур многих свозили. Это как раз-таки входило в рассказы носителей, но только в случае Тугура, это тот случай, когда мы говорили о каких-то принудительных переселениях. Как говорит Лена, сложно судить именно о чертах, присущих в обрам этих поселков, поскольку, например, одни из самых наших продуктивных носителей в Тугуре, они были из Тарома Иудского. И вот из Веселой Горки был наш Константин Семенович. Честно говоря, коллеги сейчас меня поправят, но по-моему только единственный вот этот сын Галик был родом исключительно из Тугура, из тех людей... Да, еще Эдуард Иванович Кучинсон. Да, Эдуард Иванович Кучинсон, да. Американцу тоже Тугур. Да, но с ним был только малый словарь. Да, он плохо себя чувствовал. Да, он плохо себя чувствовал, я записываю этот словарь, поэтому я могу сказать, что он был с таким натягом записан, что на него сложно полагаться, то есть фактически было порядка десяти информантов, с которым были и тексты, и грамматические анкеты в Тугуре, и из них только один действительно исконно родом из Тугура. И понятным образом в Чумикане тоже как райцентре большое число переселившихся по собственной воле. Я вернусь тогда к этим чертам. Вслед за вокализмом обратимся к достаточно показательной черте, которая для диалектологии венкийского языка рассматривается как один из самых главных дифференциальных маркеров. Это рефлекс про Тунгусу-Манчжорского по и для западного венкийского, для подкаменно-тунгусского диалекта литературного варианта характерно наличие х в анлауте и мы видим его опущение в тугуро-чумиканском диалекте и эта картина как раз-таки одна из тех редких фонетических черт, которая последовательно прослеживается во всех поселках. То есть когда мы туда переехали в случае там или цитации информата, мы просто забывали для себя об этой анлаутной х и нам не пришлось о них вспомнить переехать в другой поселок. И черта частично также отражена в диссертации Путшанской и у Марии Карловны как вы видите по всем пунктам вынесенным на этот слайд и в последующем всегда стоят на все эти диалектные черты минус и нам кажется, что это гиперкоррекции и самовыправления этого носителя, поскольку она была знакома с литературной нормой, просто на письме поднимала свой язык, свой диалект до литературного, стараясь соблюдать те черты, как правильно отражать его литературно. Затем фрикатив в интервокале, то, что действительно рефлекс г, очень часто опущение его, и мы не отобрали эти примеры в источниках, но оно повсеместно, и вплоть до того, что вот Валерийен Колесов, наш замечательный информант из ООБЗИ, с которым мы поддерживаем отношения, он очень настойчиво просит нас сказать ему, каким образом ему отражать этот звук на письме, когда он пишет нам письма, потому что он ни в какой не соглашается, что это обычный г, не хочет кириллицей отражать его как г. Давайте перейдем на следующий слайд. Значит, касательно х в интервокале и где переходит, но не у всех носителей, в йод и долбохик это слово но как антоним табу, то есть это эфмизм, эфмизм. Он говорит ночной зверь. Ночной зверь, и суффикс этот сик, мы его можем видеть в некоторых деривациях, и фактически то, что следовало бы в интервокале с в интервокале в восточном ареале, оно должно реализовываться как х, и вот мы видим отдельные случаи проявления вот этого агитирования. На письме в работах этого в архивах мы этого не встретили в архивных работах, но наши записи и работа над расшифровкой говорят в пользу подобных употреблений, вот глагольная форма отрицательного глагола «я не что-то буду делать», как раз таки показатель если мы возведем его к его форме изначально это показатель си, он участвует в оформлении футурма для отрицательного глагола и футурма глагола «бими», глагола «быть», и в записи наших информантов он также ютировался, но также возможно в некоторых случаях у других информантов произнесение «х» в интервокале, как это и происходит в восточном диалекте. Александр Архипов спрашивает, начался ли перехода заднеязычного «н». Нет, честно говоря, с заднеязычным переходов таких не встречалось. Может быть, поправят коллеги, но я однозначно нет, мне кажется, что... Ну, сначала в «хээ» переходят, а потом уже... Нет, вообще встречалось, встречалось переход в показатели будущего времени Дианга, он иногда и на своем это было и здесь, он произносится как «дяяя» и... Ну, кстати, не «дяга», я бы сказала «дяяя». «Дяяя», ну и «дяга» я слышала тоже. Ну, да, и вот как раз тот момент, когда «дяяя» переходит в «е», мы подготовили такой пример с глаголовом движении, имперфективный показатель «дяяя». Да, да, через «г», через стадию «г». Ну, мы не знаем, ну, то есть, да, в конечном счете в «ю», «дяяя» переходит в «дяяя», какие там промежуточные стадии нам... Ну, в селькубском, так, это похожий тематический процесс. Гортанной смычки там нету, там, где «х», просто оно не произносится. Хитирование только в суффиксе причастия и в нонфторме нет, оно вот, ну, вот, например, «долбой», «хик». Ну, не совсем, может, мы поняли. Да, а последние строчки невидакли. Да, простите, я тут зачиталась. Просто «долбой гик», извините, я к своему вопросу прокомментирую, «долбой гик» это же тоже суффикс причастия «и», «си». это другое, другое, ухожу. Не очень много сейчас популярной лексики с этим суффиксом, то есть, как видите, вот, например, этот «калчан», да, поэтому мы не могли встретить много примеров на такие употребления, но если обращаться к каким-то другим пластам лексики, то этот суффикс действительно продуктивен, как суффикс для номинализации. Давайте перейдем к следующему слайду. Да, сейчас. Так, правильно? В различии также есть по ассимилитивным процессам. Ассимилитивные процессы, которые происходят на стыке сочетания сонорного и сибилянта эс этимологически. Примеры этих существительных вы видите на слайде, то есть в пратунгус маньчжурском реконструируется образование как ол-са, нан-са, и что мы видим в синхронии, не только и на более ранних этапах, это то, что эта черта ассимилитивная, она проявляется и в слабоизменительных показателях, и на морфемных стыках также. Очень было сложно очертить какую-то, сказать, здесь и заглоса ЛД, здесь и заглоса ЛЛ, потому что распределение этих поселков Алгазия, Тарума, Гуру, получается очень эклектично, то есть фактически некое проявление в отдельном поселке и нельзя провести вот так ареально. Но сами люди, они как бы осознают, что там в нашей семье так говорят, а вдруг это, и как бы осознают именно это отличие. В общем-то, я думаю, что случай говаров тупорчимиканского диалекта можно сравнить с случаем говаров ювенкийского языка распространенных и у якутских даже есть такая теория, что стоит уже рассматривать не на уровне говаров, а на уровне рода. Да, можно сказать. в одном поселке в разных семьях может быть по-разному, да, именно. Ну, если они из разных поселков приехали, нормально. Ну, и не только, то есть, действительно, есть абсолютная непосредственность в этом, закрепленная за семьей, за семьей, но не за поселок. То есть, то, что мы выводы, какие мы делаем, еще раз оговорюсь, что это некое приближение, только можно сделать скидку на разный состав по происхождению в поселке. Перейдем на... Проблемы с микрофоном, Карин. У меня ли? Потому что я тоже слышу. Прощение. Надо, чтобы все, кто не говорил, выключили микрофоны. Вот в работе Пукшанской дана достаточно стройная, дарна достаточно стройная картина по этим ассимулятивным процессам как внутри основы, то есть этот этимологический стык сонорного ИС. можно заметить, что есть третий столбик, где такое ротативное проявление ура и лаура. Если рассматривать весь континуум венкийского языка и его диалектов, то эти ротативные черты они больше закреплены за сымским диалектом в западном ареале, но нельзя не отметить, что например, если посмотрим на такое сочетание, как энра, эманра, то в восточном ареале русских языков в ивенском это одно из сочетаний, которые встречаются например в глагольном показателе второго лица единственного числа, то есть то, что у нас ни, ди, я думаю, здесь есть эти формы, да, вот, если подниматься снизу, это четвертая строчка, баканни, баканди, да, вот для венкийского языка в зависимости от диалекта это или две н, или сочетание НД и вот баканрид то, с чем мы не столкнулись, ну вот есть по архивным данным 60-х годов сочетание НР которое как раз таки вот встречается в ивенском языке и говоря о том, что тугур-чмиканский диалект принадлежит восточному ареалу в достаточной близости находится к Охотскому району Хабаровского края ну конечно нужно еще перескочить Аяномайский район но в любом случае уже некоторые приближения есть и например как говорят носители Аяномайского района то у них например уже идет очень большое смешение с ивеноязычным населением на данный момент это уже ситуация конечно уже пришла к спаду идет на спад и такого не отражается но в 20 веке было вот это смешение носителей венского языка и жителей Аяномайского района я говорю о нем именно как в соседнем районе Тугур-чмиканского района вот Анна Владимировна прислала нам материалы из Линдынау и действительно в записях Линдынау явным образом прослеживаются два говора один из них сэкающий хэкающий с в начале слово сохраняется а в интервокальный переходит с потерей начального рефлекса протонбуса маньчорского про и переход ассимилитивный от ЛЛ НН и попадение Г с заменой его на В что касается В у нас еще будем говорить об этих моментах но не заменой Г а в акузативе в действительных участях в показателе давайте наверное перейдем к этим следующим чертам а вот как раз я говорила про акузатив показатель акузатива это В гласный и происходит такая происходит такая ассимиляция например в акузативе корчик это корчик П это произношение мы получили от вот одной из сестер Соловьевых которая на тот момент проживала в Тугуре но происходит из Уцкова и у Покушанской в ее текстах в приложении диссертации эта черта отражена и даже несмотря на свою гиперкоррекцию Мария Карловна в каких-то моментах не провознимала себя или не отследила возможно этот момент тоже у нее есть эти проявления Валентин Гусев пишет что это похоже на орокское но второе например эта ассимиляция не происходит то есть мы фактически говорим с вами о том что все очень эклектично и вот не удается даже провести реально что здесь ассимиляция проходит нет точечно абсолютно точечно в каждом поселке происходят свои процессы иногда внутри поселка их несколько а вот например пример относителя который так же как в первом случае проживал в Тугуре но тоже происходил из другого места вот из Кербе уже закрытого населенного пункта там вовсе происходит другой процесс и показатель уже меняется на ПА но такие случаи характерны для многих других диалектов и также вот этот фонетический процесс именно этим набором согласных очень часто иллюстрируется на действительных причастиях с показателем ВКИ ПКИ давайте последуем дальше Сценаризация в случае когда на стыке показателя ПЮРАЛИСа Л и АКУЗАТИВ ОГО БАЕЛБА АКУЗАТИВ люди людей проявлением зарегистрировано также в архивных текстах к которым мы обращались и еще один момент относительно морфонологии существительные заканчивающиеся на Н показатель в норме показатель ПЮРАЛИСа это Л слова заканчивающиеся на Н происходит фактически такая флексия ОРОР и в случае с Тугур-Чумиканским диалектом нет этой замены Н на Р а все же ПЮРАЛИС отражается Л сложно сказать какие процессы проходят ли через какие-то ступени этот процесс был ли промежуточный этап ОРОР или сразу это стало ОРОН плюс Л ОРОЛ но в текстах мы также это встречаем и честно говоря надо отметить что некоторые носители если настаивать на многих примерах именно на это явление то они начинают сами путаться и иногда произносить с Р иногда произносить плурали с Л именно говоря о тех исход основы на Н можно по этому поводу Карин словечек скажу но здесь не надо никаких процессов потому что здесь как раз нормализация образования множественного числа как в других формах Л же показатель ПЛУРАЛИС и здесь тоже нормализуется ПЛУРАЛИС это скорее Р там какие-то процессы должны были быть а здесь как раз нет я просто говорю о том что я предположила какую-то промежуточную ступень потому что если бы мы говорили о полностью чистой картине Л без Р в этом диалекте то да но спорадически у некоторых информантов есть оба варианта да есть оба варианта но это просто влияние это выбор показателя это такая классическая морфонология это разные показатели это не фонетик ну не не фонетический ну просто как бы к стандарту Л понятно что Л хочется чтобы один обратно но это не так много где кстати у Ивенков это довольно редкая вещь дальше да да дальше коммитатив если обращаемся к западному кийскому и литературному варианту показатель нум и вот вот в угородчамиканском диалекте а также Лена действительно в сахалинском еще тоже нюн да 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 тоже хотя мне кажется нет мне кажется нет но однозначно что в венском рекоменитатива это нюн и вот тоже мы можем говорить о какой-то общности восточной вот следующий слайд он по показателю дуратива и это например частотная форма крайне частотная во всех наших нарративах то есть преобладающие объекты и преобладающие вообще оформление личных форм то есть дуратив и асимилированный нонфутурм который в не асимилированном варианте выглядит как Р соответственно фактически все формы вот именно выглядят Т для третьего множественного ТТ для третьего единственного и это стабильно прослеживается и в текстах и у Пукшанской и в тетрадке Васильевой мне кажется я уже успела обмолвиться и вот например преобладание таких глагольных форм нарочито видно например в быстринском диалекте венского на Камчатке давайте перейдем к следующему слайду касательно дипричастия мы столкнулись с тем что вот дипричастие предшествия кса кан кан это такой аутенатив и так простите даже на слайде написано что это показатель конверба одновременности почему я заговорила про предшествие потому что я держу в голове мысль о том что необходимо сказать что в текстах наших информантов это проявляло себя и как конверб предшествования и как конверб одновременности то есть и разновременности и одновременности и последующего действия то есть фактически все временные И вот эти моменты отражались при помощи одного конверба, невзирая на то, что инструментарий юнгельского языка располагает различными депричастиями. И черта, которая замечена была и нами, и была отражена по Кшанской, это то, что оформление депричастий происходит на основе основы, не имеющей показателя имперфектива, что очень характерно для западного диалекта, для литературного диалекта, что постулируется, например, в работе Константиновой. И конвербы тугору-чемиканского диалекта образуются на перфективной основе без этого имперфективного показателя «де», «де», «де» в зависимости от синагармонизма. Я даже могу, например, провести примеры, не вынесенные на слайд, но в этих примерах из текста наших информентов как раз-таки видны и разновременные действия, и одновременные. И я даже, например, терминатив бы заметила в одном из примеров. Например, «тарин ваамуфча аменин и лексикан». Отец его привел, таща волоком. Таща волоком, соответственно, это одновременное действие. Или «ликсакан» — это тот самый конверб, вот он именно этим образом и оформлен, «ксакан». Явно одновременное действие никак даже не переосмыслить. Затем пример на то, когда этот конверб проявляется как конверб предшествия, обозначает предшествующее действие, «взяв сына, отец отшлепал его по заднице». «Каксакан» — «идакакча», «мукамуква» — «идакакча». Ну, повторение просто записи именно из текста, поэтому несколько раз депутат повторился, отшлепал «идакакча». И также на предшествии, чтобы вот немного доказательную базу, того, что разновременность тоже возможна в употреблении этого конверба, который постулируется как конверб одновременного действия, «отлупив, за веревку подвесил, и дакакча подвесил». Такой немного текст, возможно, титиранский. Я могу объяснить, что это сцена, которая произошла на стойбище, и ребенок залез в курей и распугал оленей, при этом они его самого травмировали, отец его достал, отлупил и привязал к дереву веревку. Нужно было это, наверное, сначала предварительно обговорить. И тот же самый информант и тот же самый конверб, эти же самые показатели. Но вот уже мы видим терминатив. К тому моменту, как пришли, его лицо все обгорело. Омоксакан дырынбутуну уларгача. Омоксакан, как пришли. В действительности здесь вот оканье, хотя глагол эме, шва в литературном. И можно было бы, конечно, рассматривать это просто как разновременное, например, как последующее предшествие к тому моменту, как пришли, его лицо все обгорело. Сначала пришли, и вот его лицо обгорело. Но при расшифровке, расшифровка происходила с сыном носительницы, он прямо настаивал на том, что это к тому моменту, как пришли. Ну и поэтому я рассматриваю этот вариант как терминатив. Честно говоря, это достаточно специфичная носительница была в плане работы, поскольку она полностью потеряла свой слух ее очень давно, будучи еще молодой. И с ней работать нам помогал ее сын, который был хорошим расшифровщиком для нас. Сам он не говорил, но прекрасно понимал свою мать. И об употреблении этого конверба на кса-кан, еще, я думаю, стоит отметить, что при всей своей частотности, при том, что его семантическая значимость так преувеличена как минимум в диалекте этой носительницы, он употребляется и в качестве основного предиката, то есть главное и единственное действие выражается при помощи этого конверба. Ну, например, такая заключительная фраза в нарративе «Тадука о Мексикан» «Так и пришли, вот и пришли, потом пришли». Предложение действительно произнесено абсолютно изолированно, и это дает нам основание на то, что говорит, что этот конверк выражает единственное действие. И подобное употребление нефинитных глаголов встречается, конечно же, в венкийском языке, но чаще всего речь идет, например, о предчастиях предшествования, предчастиях хабитуальности. В этих случаях, вот они как и в случае с «так и пришли» выступают в качестве эквивалента финитных глаголов прошедшего времени, настоящего времени. Вот, пожалуй, это самое интересное, что мы можем сказать об этом депричастии в тугурчумиканском диалекте. По-моему, на этом заканчивается моя часть. Ну, да, давай я тогда продолжу. А, ну, кстати, интересно, что она во множественном числе как бы «ксакал», то есть… Да, «ксакал», да, да. Потому что есть возможность, конечно же, и от разных вариантов, действительно можно слышать и на «эл», и на «сал», потому что мы все-таки находимся в реалитуре-тугурчумиканского диалекте, в интервокале «с» переходит в «х». Ну, у этой относительницы это «эл», и Лена обращает внимание, поскольку как раз как из «орон», «орол», это добавление «эл» к «эн», которое не дает, хотя, например, в других диалектах это был «хар». Ну, да, в общем. Ну, да, и оно вот очень часто, хотя, в принципе, оно может быть и без вот этого оттенуативного суффикса, но очень часто с ним. Вот, так, еще одно явление, которое достаточно интересное, это корректив, который, в принципе, в инкийском языке образуется аналитически, то есть существительное в форме, которая такая же, как неопределенный акузатив, и отрицание для имени Ачин. Например, «oldo your Achen» без рыбы, вот, но здесь встречается стяжение этого Ачин, и оно первые гласы претерпевает изменения согласно гармонии гласных. Например, «oldo your Achen» без рыбы, то есть из «oldo your Achen». «Надо Ячин», но «надо» — это существительное, заимствованное из русского «надо», как «нужда», и «надо Ячин» как без надобности. Ну, вообще, это явление было отмечено также и пивном в некоторых восточных диалектах венкийского языка, как бы синтетическая форма корректива. Еще одно, один интересный, ну, нельзя сказать, что показатель, это интенсификатор, можно сказать, «со». В принципе, «со» в овенкийском значит сильно, очень, и нормальное его употребление в западных диалектах, это, например, «со» — «тайя» очень хорошо, «со» — «ткт» очень много. Здесь же порядок, во-первых, обратный, и это «со» — оно и произносится слитно, и всегда все настаивают на том, чтобы оно писалось в одно слово с предшествующим, например, «а я со». Ну и, кстати, в записях Васильевой тоже видно, что она пишет там «дике со», «а я со» — слитно, «баран со». Но при этом интересно, что мы бы ожидали, что «с» в интервокале станет «х», но в данном случае этого не происходит. То есть оно остается «а я со», а не «а я хо». Еще одна форма характерна для восточных говоров и для сынского диалекта, и, ну, она не отмечена для такого ручемиканского говора, но, получается, есть и в нем, это ограничительный показатель ограничительности «гда», который соответствует западному рикта. Например, «улдагдаван» там «только его мясо ел». Получается, в западных диалектов было бы «улдарикта» или «улларикта». Ну и здесь интересно, но это, в общем-то, характерно для венкийского языка, что вот такие ограничительные, не знаю, частицы, как их назвать, они ставятся перед, подержанными показателями, то есть сразу после основы. Вот. А, и в Нигидальском есть «гда». Ну вот, это здорово, потому что мы думали, что каких-то родственных должно быть. Я даже вмешаюсь и скажу, что опять мы видим ситуацию, когда восточные диалекты и сынский имеют некую общую черту. Я упоминала, говоря об ассимиляциях с сонорными, например, «мра», «ура», «мра». А всегда рестритив... Да, ну, на самом деле, это хороший вопрос, и в венкийском, в принципе, ну вот есть статья Елены Рудницкой по этому поводу, где она как раз исследует примеры, где это не так. Мы пытались сделать на это анкету, но, честно говоря, при лецитации очень часто используется только или его, ну, как бы якутский, ну, точнее, «динкир» есть местное слово, честно говоря, не знаю его происхождение, но тоже только. То есть пытаются лексически это передать, но если порождают, то, честно говоря, скорее перед падежом. Но вот Лена Рудницкая в западных диалектах находила тоже примеры, где после. Ну, это, кстати, ну, да. По-моему, даже были примеры в глагольных основах, но реже. И тогда оно тоже перед показателями. Так, еще падеж на КЛА, локатив, директив. На Западе он тоже есть, но он считается очень редким и в основном встречается в каких-то идиомах, например, Дерек Клои, как бы для себя, ну, дословно, в сторону своего лица. Но здесь, на Востоке, он достаточно частотен. И здесь интересен еще такой момент, что в примерах, которые у нас попадаются, Алгакан Макла, Дю Макла, мы видим перед КЛА еще МА. МА, в принципе, считается, что это какой-то интенсификатор. Но интересно, что у Пукшанской в диссертации, в ее примере, где она дает парадигму существительного, как раз примерно КЛА, он, ну, как бы, единственный, который она дает, как пример, он тоже содержит это МЭ, от ТНГМКЛОВИ до груди. Вот. То есть, возможно, что МЭ здесь, в тугоручу, у кого-то стал часть этого показателя КЛА. Так. Сейчас. Сейчас кто-то что-то спросил, но у меня что-то, что-то куда-то уехал. Я чуть попозже тогда посмотрю. Вот. И еще одно интересное явление в юнкийском языке, в принципе, есть как бы прошедшее время, давно прошедшее с акцентом на то, что это повторяющееся действие в прошлом. Это форма нанки. В принципе, это личная форма. И мы видим вот во втором примере, там голова катилась. Тадудыл сурунчевки, умна инкин бератки. То есть, голова катилась и ходила пить к реке. Умна инкин... Ну, тут, соответственно, нки это... Вот это итеративная форма. И здесь она личная. Но показатель... Я тут ошиблась немножко в гласировании третьего лица, единственного числа не указала. Вот. А при этом здесь инкин употребляется и как причастие, то есть, имеет показатели именные, как, например, «тегда с отцом в кадиле» «гогдо каминь нюн ми ника инкин». То есть, здесь мы бы ожидали увидеть личный показатель, а видим именной показатель «ло» вношенного числа. И еще одно странное явление – это императив, который иногда встречается в функции индикатива. Как в примере, я кричала, кричала, отцу, «бит, тапкакал, тапкакал». С одной стороны, возможно, что это передает какой-то экспрессивный характер действия, но, в общем, это довольно часто встречается. И на самом деле, это встречается и в западных говорах тоже. Такое употребление императивных форм. И еще одно явление, которое замечено Хасановой в ее монографии про императив, поскольку она работала в Тугуро-Чемиканском районе, то она указывает, что употребляется как пригласительная форма на «ми», то есть функция императива. Форма на «ми» – это просто условное депричастие, но также оно в таких конструкциях «надо что-то сделать» или «я не могу что-то сделать», соответственно, тоже она используется «албам» в некадемии «не могу идти». И, соответственно, вот эта же форма используется действительно в Тугуре в качестве пригласительной. Давай куда-нибудь пойдем. Там вопрос, да, у Рудницкой. Ну, поскольку у нее на материале западных говоров, то у нее про Рикта. Вот, да, и спасибо за пример из Нанайского, что «ми», «я» есть таким значением. Вот как раз Хасанова, она рассматривает пригласительные формы в Нигидальском, вроде бы подобные, на Майя, вот, и она считает, что это вот какая-то есть связь между ними и тем, что в Тугуре на Ми, потому что на Западе такого нет. Вот. Так. Да, про окклюзивность, Ольга. Да, ну, вот я сейчас скажу немножко про окклюзивность, потому что все уже утомились, я думаю. Вот. Ну, инклюзив, эксклюзив есть в Венкийском, и он, в общем, сейчас довольно так шатается под напором контактов внешних, где этих категорий нет. Ну, и точно тоже можно следующее, это вот показатели, МИД, это вот этот самый, мы инклюзив, мы с вами, а Бу, это мы без вас. И вот тут пример, где очень хорошо видно, как это все шатается. это рассказ, где чередуются, это вот сплошной текст, где чередуются инклюзивные формы с эксклюзивными. Причем, рассказчик, он рассказывает о том, как они вот по весне охотятся, олени перегоняют, что вообще происходит. И вот это значит, там весновать к большому озеру едем, а дальше Томорин Даду уже горовое бедереф, и мы уже там вот находимся до этого большого озера. То есть различия носителей, но это среднее поколение, не особенно чувствуют. У старшего поколения это тоже на самом деле плавает. Это пример Тугорский от сына вот Константина Семеновича. Ну вот еще пример, где это можно следующий? А, нет, это все. Здесь один пример, а другой будет пример. Все. Вот, собственно говоря, ну, то, что повсюду происходит, здесь тоже не исключенный вариант вот такого ощущения, что есть что. Более того, при записи словаря местоимение, какая ситуация, а местоимение вообще предпочитают не использовать и тоже путают как раз при записи словаря, вот мы с вами, мы без вас, сильно задумываются, а по текстам очень мало местоимений и могут при местоимении инклюзив, инклюзивном дать форму эксклюзивную и наоборот. так что местоимение не спасают. Ну да, еще еще одно явление, которое характерно для восточных говоров и менее характерно для западных, это поссессивная конструкция. Для восточных нормально сказать биокинми, мой брат, но на западе я не знаю, насколько это грамматично, но, по крайней мере, в текстах это практически не встречается, то есть либо миньи, акинми, миньи это фактически мой, то есть протяжательно-прилагательно образованное от би, ну, либо просто акинми. Здесь же это очень часто и, насколько я понимаю, это и нормально для соседних тунгусо-маньчжурских языков, в отличие от западного инкейского. И вот тут очень хорошо аканье видно, кстати. Да, бичан Сергей. Вот. И такое странное явление, которое встречалось и на Сахалине тоже, это иногда двойной инструменталис, например, мурин-дит на лошади. Ну, показатель инструменталиса имеет как бы два вида в зависимости от после основ на н, в частности, он имеет вариант д, а вообще вариант т. И здесь мы видим мурин-дит. Ну, это встречается достаточно часто, чтобы, мне кажется, не быть оговоркой, но не очень пока понятно, откуда он берется. Вот. Ну, и на самом деле про лексику мы не будем вас мучить большими словарными списками, но просто хотелось бы проиллюстрировать, что на самом деле лексические различия очень большие. И, конечно же, очень часто за это цепляются в первую очередь. Ну, не то, что цепляются, но как бы когда критикуются западные учебники венкийского, то в первую очередь говорят про то, что вот, ну, вот, например, Зоя Константиновна, она при нас открыла учебник и прочитала текст, предназначенный для какого-нибудь пятого класса из серии «Весна пришла», на деревьях пришли олени, и у нее получается, что «Весна» у них другое слово, там «Лист» имеет немного другой вид, там какие-то глаголы тоже другие, но то есть получается вроде какой-то примитивный текст, но ей он непонятен, ну или по крайней мере у нее очень негативное было отношение к таким, такого рода текстам, вот. Ну, во-первых, есть довольно много лексем, которые имеют здесь значения отличные от западных и от некоторых других восточных, ну, во-первых, «неко» вообще это такой, как сказать, пустой глагол, который означает собираться, вообще что-то делать глобально, вот, то есть в западных можно спросить там «Эван, некодений, что ты делаешь, что ты хочешь?» На западе он скорее идет к значению «хотеть», а здесь он к значению «ходить», то есть нормально то, что в западном «гирки». Потом улгу, здесь это спросить… Может быть, это какое-то еще пересечение с «нэне»? Нет, ну, «нэне» вроде бы… «нэне», кстати, интересно, что на западе «нэне» это «ходить», а здесь «нэне» больше направленное движение, хотя не всегда, то есть там «я ушел», тут очень часто они с каким-то указанием на пункт отправления говорят «нэне», что странно, например, было бы на западе, мне кажется. Ну, и тем более оно даже няко произносится, мне кажется, это другое, ну, не знаю, в общем, не буду спорить. Оно в словаре, в принципе, отмечено со значением «ходить», но там это глагол, который в словаре значение там из серии «говорить», «ходить», «хотеть», «пелать». Он вообще-то как джокер на западе. да, да. Это самое дело. Вот, но здесь он «ходить». Вот. Ханук-то на западе спрашивает, а здесь «улгу». В западных диалектах есть «улгучон» «рассказать». «Бури» интересно, что означает «на западе уронить», но здесь это просто потерять. Ну, это и в пассивном, там, мы потерялись и потеряли там оленей, будет «буритта». Вот. Еще интересно про старую вещь на западе «холокто», а здесь используется «горопты», что на западе скорее давнишний, ну, то есть, из прежних времен. Ну, там, давнишний друг, а не какая-то старая вещь. Вот. И еще набор слов, во-первых, то, что связано с лексикой стрельбы, но вот благодаря Карине мы записали стрелковый словарь, и, ну, здесь, конечно, просто несколько лексем. Во-первых, в евенгельском языке есть гарпа «стрелять из лука» и «бэр», собственно, лук, оружие, и на западе для ружья и для стрелять из ружья используются другие слова, но их тоже, на самом деле, достаточно много. А здесь произошел перенос, то есть, гарпа — это стрелять из ружья, «бэр» — это, собственно, ружье. Вот. И еще очень странно, что наряду с гарпа встречается какой-то очень странный глагол «карпу», который тоже значит выстрелить, но странно, почему первый согласный меняется, но просто он и в записях, например, Васильевой встречается через «к», и у нас они часто произносятся эти формы с начальным «к». В общем, это очень странно. И мы пока не поняли, что это. Вот. Ну, кроме того, есть очень, ну, вообще, в принципе, восточное соответствие, что пурта на западе нож, а здесь кото. И, ну, для медведя в овенкийском языке очень много эвфемизмов, но вот здесь про него говорят бэйнго, ну, как бы животное, но на западе это копытное животное, скорее, типа олень или лось, а здесь в овенгой это медведь. Что, вот. Ну, и еще несколько таких переходов. контеро из грудной клетки в спину, тумор из лужи к озеру. И интересно, в овенкийском языке есть два слова для лыж, для камусных лыж и для не имеющих покрытия голых лыж. И вот в западных коврах это суксилла и киглы. И здесь же это кинга и каяма. Причем кинга, возможно, что это на самом деле киглы, то есть как бы крест-накрест она поменялась. А каяма это просто другое слово. Вот. Но еще один переход значения это аран. На западе харан это очаг, ну, место чума, место пространства. А здесь аран это кровать. И мы опять видим, что пропала начальная х. Вот. Ну, есть некоторые лексемы, которые не имеют какого-то суффикса. Например, ненакин собака здесь без кин, а большое наоборот нгдинге здесь просто хэгды. Но оно на самом деле так и в некоторых других говорах. Вот. Из якутского языка очень много заимствований. Наверное, не буду их все перечислять, но мы видим, что это и глаголы самые употребимые, и прилагательные серии, маленькие, страшные, и очень много дискурсивных маркеров, типа симбирь, болла и тому подобное все равно. Культурная лексика заимствована много из якутского языка, такая, как корова. Вот. Еще интересно, нам очень, когда мы спрашивали про какие-то фольклорные тексты, очень самое частое было сказка про колобка, но здесь в варианте лепеска. Лепеска, ну, лепешка, но, возможно, наверное, это из якутского, через якутский, а не напрямую из русского. Есть при этом некоторые слова, имеющие якутское происхождение, но попавшие не во все, так сказать, говоры, то есть это одно из различий, например, и это сознают сами носители, говорили, что вот в Тороме Волгазие Сани называется Серга, что из якутского, а в Тугуре Турку. Вот носительница из Уцкого колокольчик называют Чоран, а в Тугуре Кунгелан. Чоран тоже из якутского. Есть какое-то количество алексем, которые мы, по крайней мере, не нашли в словарях и не очень понятно их происхождение, при этом у них есть какие-то дублирующие обычные алексемы, например, Бак укусить, Нгира маленький, Чалпоты продолбить. Вот, и я уже говорила, что очень много дискурсивных маркеров заимствовано из якутского, и вот мы пытались опрашивать информантов на тему эвиденциальных форм и форм вероятности, но на самом деле очень часто они употребляли вот эти якутские частицы, обозначающие «может быть», «кажется», и, ну, в принципе, это действительно маркер хизитации может быть такой, как «бола», то есть у кого-то прямо через слово «бола», даже это такое, ну, сами люди обращают на это внимание, смеются над этим. Вот, Лека, ну, Лека вроде как значит всегда, но он тоже используется как дискурсивный маркер, его происхождение не очень понятно, ну, на Западе луху все время, может быть, это то же самое, может и нет. Ну, Тарте Вед это тоже нам рассказали просто историю про, ну, мы, наверное, сейчас не будем, можно потом рассказать, в общем, проясняющее, что оно значит. И кроме того, мы уже заканчиваем, расскажи. Да, да, ну, в общем, история, а ты расскажи, я ее плохо помню. Короче, что значит Тарте Вед? вот, история. Ну, эта история посвящена ожиданию вертолетов, о том, что они добраться, и мы-то как раз-таки ожидали всего лишь неделю, а нам рассказали историю о том, что ожидали вплоть до сентября, вот, то есть речь идет о периоде, что мы, когда мы были начало июля, и вот, что люди с начала июля ждали отправления вертолета до сентября, и носитель переключался, и вот в какой-то момент закончил рассказ с элементами Венкийского и сказал, что и вот уже осень пришла, и листья облетели, и вот, а мы все еще не улетели, и закончил словами там Тарте Ве, и нужно заметить то, что вот, как примеры на Ачин, как примеры на Со, вот это стяжение, которое происходит, действительно узнаваемо в этом Тарте Ве, это, оно вполне раскладываемо на Тарте Дет, это верно, но носителями самими оно не осознается и воспринимается как единое слово. Ну, число междометий, и как раз-таки это та лексика, которую нам называют все не носители, все представители молодого поколения, то есть это та лексика, которую они знают из венкинского языка, ну, на не с такими словами, как араки, акари, пьяный водка, они называют ряд междометий, вот те, которые мы вынесли на слайд, это стабильно, те, которые называют любой представитель Тугора-Чумиканского района, вне зависимости даже, можно сказать, от своей национальности, многие русские знают. Да, причем, это интересно, что на Западе, мне кажется, это не так, то есть здесь прям, возможно, это какое-то влияние того, что там на найском языке, допустим, много вот этих описательных как-то на Западе. много. Ну, мне кажется, нет, там вот, если на Западе там человек знает из венкийского там слова, ну, не знающий язык, он знает обычно там дай, иди сюда, иди туда, не знает, он знает парочку, это считать умеет, а до Марии, да, это просто суперпопулярное слово, из всех, из четырех. Ну, и оно метатизировано очень часто, то есть кто-то говорит даримо, кто-то говорит да... вроде как они кто-то к какой-то теории подводят что-то разное. Ну, в общем, вот так. Вот. С метатизой, да. И если говорить там о каких-то там темах ревентализации или попыткам обучения, вам там любой будет гордиться тем, что у него ребенок знает вот это око, оно и опа, и этим там весь язык... До Мария. А до Мария это тоже замечательное слово, когда нас просят отстать, нам говорят до Мария. Все, идите отсюда. Вот, да. Так, давайте. Ну, вот, и напоследок, сейчас уже просто конец близок, буквально пару слов о кодовых переключениях, которых, конечно же, много, но у всех по-разному, но хоть что-то есть обязательно. Вот, здесь пример, в общем-то, небольших вкраплений, вот, от Аду уже, но считать ли А, там, заимствованием или переключениями, так. Сложный вопрос, а вот от Аду уже, Августа. А Августа это форма, в которой вставляется, потому что мы сейчас в другом примере тоже увидим добавление А при вставке существительного русского. Учурду, а там уже Август, да, а там уже с Августа, на Учуре уже осень, уже нас, уже был лолчо, бичон, да, уже осень настала, вот, кстати, был лолчо, бичон, это плюс квамперфект, эвенкийский, вот, это один пример, а второй пример, там покрупнее фрагменты, и там просто, какой язык в какой вставлен, если считать по количеству слов, то получится, что эвенкийский в русский. Ну, а если посмотреть на, вот, показатели, которые вешаются на кое-какие русские слова, единичные, то, скорее, матричный язык в конце, по крайней мере, эвенкийский. Зима, зима, туха, так вообще, тургандии, быстро надо таду, капканы проверишь, надо, илан дюр, ина ни, чашки, ну, гетчене, только дябкун, да, только дябкун. Значит, дябкун дябкун, дябкун дябюкчат, это у меня там неправильная скобка стоит, дябкун дябюкчат. Так, про носителя, да, тут разные, на самом деле, носители, вот это, последний, да, это сын Константина Семеновича, 35 годочков ему, он с оленями ходит, и, собственно, он сейчас от отца стадо-то получил, и отец его приучал к стаду, он младший сын, и отец на него рассчитывал. Он, ну, в доме не говорит, у него русская жена, дети говорить не будут ни разу, потому что жена не поощряет, судя по всему, ага, да, 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 с отцом говорит по-евенкийски, и, в общем, он говорит быстро, и, иногда с малым количеством переключения, а иногда, вот, это на самом деле, от него записано несколько таких историй, и это первая история, там у него много русского, в более поздних историях у него русского гораздо меньше, а можно назад, Лен, вот, предыдущий, вот, а это записано в Алгазии, от Зои Константиновны, она очень хороший носитель, и у нее, в общем, довольно мало вставок из русского, вот тут она вставляет этот самый август, потому что с месяцами плохо, это у всех плохо с названиями месяцев, это и в словаре мы практически, ну, я не знаю, если чуть-чуть записали, вот, ну, а уже это любимое слово, вот, уже это вот такие вставки, адвербиалы, дискурсивные маркеры, этого много, и можно еще, вот следующий слайд, я покажу, вон там августа, а вот тут участка ду, да, это участок, участка ду, вот, в форме на а вставляется, потому что там нет двойного маркирования в русском никак, да, это на участке, вот, это вот такая форма, которую используют во вставке, но сплошняком я еще не смотрела, это надо посмотреть, то есть там для анализа кодовых переключений раздолье в нашем материале, вот. И если был специфичный прямо вопрос по поводу этого носителя, именно Константина Константиновича, который ему порядка 40 лет, и он владеет языком, я хотела бы сказать, что случай этого Константина Константиновича и Валериана Николаевича из Алгазии, Колесова, который и пишет нам, и предпочитал говорить на языке, это фактически, по моему личному мнению, два единственных примера живой коммуникации на языке, потому что Валериан Николаевич Колесов в Алгазии, он говорил со всеми соседями, которые могли поддерживать разговоры или понимать его, особенно там с председателем он говорил на языке, и Константин Константинович, у которого отец оленевод, и его друг как раз-таки тоже очень молодой носитель, у них разница порядка двух лет, и они между собой общаются на языке, и мы записывали, так получилось, что в саларе от них двоих, и очень часто они совещались на языке, какой нам дать ответ, и я бы сказала, что вот эти два, точнее уже получается три мужчины, это те, которые пользуются ленкийским языком в повседневной коммуникации. Ну, я думаю, даже может чуть больше, потому что вот Володя, который друг Константина, Так это он и есть. Да-да, я понимаю, но я хочу сказать, что они между собой говорят на языке, особенно когда в паре, там где-нибудь в тайге, но не только. Ну, вот с Константином, Константин с Володей поважали. Вот, ну, вот они, как бы у них живая вполне себе речь, но, по-моему, с детьми, говорит ли Володя с детьми? Нет, Володя не говорит с детьми, потому что я детей интервьюировала у них. Вряд ли. И, по-моему, по анкете он так отвечал, что он вряд ли говорит. А жена у него неговорящая, по-моему. Нет, ну, у них как-то не было интереса к этому. Ну, в смысле, ну, как-то показалось так. Да, ну, вот текст надо посмотреть, он у нас, я не помню. Ну, жена, она эвенкийского происхождения, но она не говорит. Нет-нет, она совершенно не говорит. Это я знаю, да. Вот. Ну, на самом деле, может быть, и еще кто-нибудь так откопается. Вон Волгазиев, но все-таки вот Алгазийский замечательный человек, он же на поколение старше. Ну, да. Ну, просто еще хотел сказать, что в Чумикане, например, мы, так как это довольно большой поселок, во-первых, и во-вторых, когда мы там были, уже шла активная... В общем, у людей было много дел, связанных с рыбной ловлей, и мы не со всеми потенциальными носителями эвенкийского языка там пообщались в Чумикане. То есть, ну, они, правда, примерно эти люди этих же лет, то есть не молодые уже, там, за сорок. Ну, возможно, еще были люди, кто владел. Ну, да. Похоже, что мужчины... Ну, может быть, нам так попалось, но вот таких прямо женщин-говорящих и в таком возрасте мы не очень там встретили. Может, потому что мужчины больше в лес ходят. Ну, ассоциируются, да, с тем, что это во время охоты или там выпаса. Может, потому что нет такой патриархальной семьи, Наташ, как у вас, во Владимировке, где была мать и дочери. Вот, скорее, потому что дочери, вот старшая дочь вообще неговорящая. У Константина Семеновича старшая дочь, она активистка и сейчас стала даже языковой активисткой, даже какой-то приз получила за языковой активизм, но она совсем неговорящая. Вот младшая получше, но она пассивная, неговорящая. Ну, Владимир... Ну, и по возрасту тоже наши дочери все-таки сильно старше этих двоих мужчин, поэтому удивительно, что они такие хорошие носители. Ну, ну да, да. Конечно, конечно, хорошие. Потому что Владимир еще вроде лучше, но вот текст мы от него записали, а я не помню, вы Карину... Я расшифровывала, да. Расшифровали, да, весь с вашей... Ну, он просто не рассказчик, поэтому у него страшно однообразный, просто наводненный там лексика всяких передвижений, о том, как он шел через тайгу и шел. Ну, понятно. А много русского? Нет. Нет, вот у него меньше должно быть, чем он Константинов, потому что он лучше говорит. Просто там сплошное однообразие получается, морфологическое, то есть вот с грамматической точки зрения это не очень интересный текст. Но все равно, все равно хорошо и прекрасно. Как-то вы... Нет, нет, возраст у него, конечно, просто поражает. Да, 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 я говорю, что они одноклассники, по-моему, в Канганте. Так. И при том, что вот, ну, Лена упомянула, что мы записывали охотничий словарь. Дело в том, что мы решили действительно очень разобрать подробно эту семантику, и эти два молодых охотника, вот Владимира Константиновна, друзья, они очень подробно нам давали ответы по этому словарю, а там была лексика типа обвысить, обнизить, поле прошло на вылет, отлетело рикошетом, и действительно они очень хорошо справлялись с таким уровнем сложности. Ну да, они профессионалы, чего уж говорить. Вот. Ну, собственно говоря, вот на этом мы и заканчиваем. Простите, что всех утомили, но спасибо. Спасибо. За то, что нас выслушали. Нам там было интересно, когда мы там были. Спасибо вам. Ну и нам с вами было очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Егорова